Дмитрий, а вы знаете что-нибудь про спортивные выходные? Ну, я апологет спортивных выходных. И хочу сказать, что я безумно благодарен тем людям, которые вообще эту движуху придумали, начиная с мэра, потому что это абсолютно беспрецедентная история. То есть Москва в этом смысле, она задает тон. Не просто как столица нашей Родины, а как еще настоящая спортивная столица и не только Российской Федерации в данном случае. Мы говорим про целую планету, потому что город, который принимал бесчисленное количество спортивных мероприятий, начиная с Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу. Но плюс ко всему, еще в этом городе, помимо удобств всевозможных житейских, есть еще мощнейшее удобство занятия спортом. И глядя на то, как ширятся парки, глядя на то, как расцветают велодорожки, глядя на весь тот движ, когда все от мала до велика приходят, и хочешь танцуй, хочешь занимайся спортивной ходьбой, хочешь с палками по-северному или скандинавски, хочешь без палок, хочешь бегай и так далее. И это великая история. Вот, да, моя легендарная банка, может быть, не такая мощная, как у Шварценеггера, но вполне похожая на бицепс Фрэнка Зейна. Был такой замечательный культурист, мой любимый, кстати говоря, который брал не объемами, как некоторые, а именно вот таким интеллектуальным подходом и замечательными пропорциями. Но если говорить серьезно, то спортивные выходные – это история, которая подтягивает за собой абсолютно всю страну. Вот, глядя на Москву, уже и губернаторы, и спортивные начальники многих городов, регионов, они понимают, к чему нужно стремиться. И вовлеченность колоссальная аудитория. То есть мы же не для галочки вот тут ходим, танцуем, да, бегаем, катаемся на велике, а мы действительно занимаемся своим собственным здоровьем. И я с той поры, как вернулся в большой спорт, я сейчас поясню. То есть какое-то время занятия были такие достаточно хаотичные, но где-то еще до начала пандемии я вдруг понял, что мне что-то не хватает. Кислорода не хватает. И сейчас, когда я хожу с моими любимыми палками банджи-пам, когда я катаюсь на велосипеде и перехожу на ночные эфиры, кислорода начинает наконец-то хватать. Потому что ты занимаешься спортом, сердце стучит, голова работает, крылоснабженница замечательная совершенно. И вот эта рубрика личным примером, она работает от А до Я. То есть я в этом смысле человек счастливый, что я могу там в моем родном городе, в любом парке, где бы там ни было, в будний день или, например, в выходной, заниматься спортом. И мне предлагают вот этот целый рост, вот этот вот домик карточный, да, с пройсным фундаментом, он не упадет. И для того, чтобы ты мог там все свои желания воплотить в жизнь. Влад, а вы вот как профессионал, многократная чемпионка, считаете, что вот нам, простым людям, нужен этот самый кислород? Или он нужен только вот профессионалам? Конечно же нужен. Вообще, как бы это банально сейчас не звучало, спорт – это действительно жизнь. И я за свою вот спортивную карьеру, у меня были операции не из-за того, что случился перегруз, а из-за того, что я просто расслабилась, решила, что нужно немного от спорта отдохнуть, мышцы спали, и все. Из-за этого мой скелет сказал, что, а, давай будут вылетать у тебя колени. И я сейчас понимаю, что после этого спорт действительно стал моей жизнью. И не то, что мне нужно им заниматься, я хочу. И после того, как я столько вообще лет потратила на синхронное плавание, который вид спорта многогранный, то есть он включает в себя очень много других видов спорта, я хочу пробовать дальше. И я очень рада, что вообще такой проект зародился. Он нам всем был очень нужен, особенно после пандемии, когда мы все сидели по домам. Да, мы онлайн пытались заниматься как-то с кем-то. Но это не то, правда? Это не то. Конечно, нужно встречаться с людьми. А вы встречаетесь с людьми? Вы участвуете в каких-то городских мероприятиях? Да, я, кстати, часто просто гуляю по парку и вижу, что люди чем-то заняты. Я просто подхожу и начинаю вместе с ними танцевать, заниматься йогой. Я для себя вот именно в парке открыла йогу. Просто вот сказали, не хотите с нами попробовать? У меня было время, я попробовала. Это такая вообще красота. Ты смотришь на вообще весь этот ландшафт. Ты знакомишься с людьми, ты узнаешь из каких-то... Ты смотри, какая-то ты стала спокойная. А когда это я была неспокойная? Была неспокойная. Не знаю, Дмитрий, когда это вы меня такое видели. У нас спорт такой, что нам без спокойствия нельзя вообще... Не, ну Лада Диза говорит абсолютно правильные вещи, что просто может любой желающий присоединиться. И вот этот движ, он касается же всех от мал до великого. И можно выбрать, что нравится, можно выбрать танцы, можно выбрать что-то спокойное. Я в восторге от этого проекта, я участвую и действительно считаю, что это очень здорово, что такое у нас в Москве есть. Я думаю, что очень здорово, что все это бесплатно еще для москвичей. Нет, это понятно. Здесь фишка еще в том, что ты от спортивных выходных потом на спортивные будни переходишь. Это становится просто уже частью твоей жизни. Я вот, например, опять же, с той поры, как я начал, я каждый день хожу с палками и катаюсь на велосипеде. В отличие от скандинавской ходьбы, вот по картинке сейчас это видно как раз, у меня палки с амортизаторами, то есть там немножко другая история. Ты можешь делать абсолютно там любые истории. То есть они с амортизаторами, и ты... А подпрыгнуть можешь? Можешь подпрыгать, можешь бегать, можешь прыгать, можешь просто... Ну, то есть я вот... То есть ты стоишь, вот упражнение, там это голень, да, это дельта, это трицепс, выпады пошли, то же самое, да, ты можешь их вот так, то есть по-разному, можешь прислониться к стенке, там как-то отталкиваться, любая история. И здесь важно то, что ты потом без этого... То есть я вспоминаю себя, когда я был спортсменом, еще занимался греблей, и вот это вот ощущение тренированности, ощущение вот этого гормонального такого хорошего всплеска, когда ты постоянно вот нуждаешься в этих эндорфинах спортивных. Тебе уже не хочется там заниматься всякими излишествами, и ты просто хочешь держать тебя постоянно в тонусе. Я вот сейчас, как раз закончится съемка, я пойду еще прочитаю одну лекцию для студентов, и успею доехать, может быть, до Лужников, может быть, до Сокольников, да, и заняться перед сном спортом. И в этом смысле удобство, конечно, оно колоссальное. Парки сумасшедшие, город. Город стал вообще, как признанной европейской столицей, еще и очень сильно удобнее.